Иисус Христос Благодарны Тебе Иисус Христос за это божественное присутствие, за этот божественный мир. И это Твое время, время Твоей победы, это время Твоей радости, это время Твоего исцеления, это время Твоего пророческого слова, которое изменит всю Твою жизнь. Это сегодня Твое время, и Ты пришел в Его божественную присутствие, в Его божественную силу, в Его божественную славу. Это Его присутствие, которое течет и которое изменяет все, абсолютно все. Иисус Христос, погружайся в Его любовь, наполняйся Его миром, наполняйся Его благостью. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус. Ты достоин всей славы. Разрушай различные твердыни. Разрушай, Господи. Разрушай, и созидай нас Твоей любовью. Это Его свет. Иисус. Начни простираться к Нему. Кей, до-до-будэ-рады, кей. Стерны все разрушишь, О, Иисус. Кей, до-до-будэ-рады, кей. Ты стерна Твою проводишь, Ты стерна Твою проводишь, Волю все разменешь, Что приятный и вода. Стерны все разрушишь, Луч от Лёв сжигаешь, На Твоем пути. О, иисус. Разрушай, иисус. Ты без садей, Бог, любовь твоя. Слыши. Тебя, Бог, за ней Оставляю, Стерна Твоя. Сверя, иисус. Тебя, иисус. Стерна Твоя. Стерна Твоя. Боже, мы благодарим Тебя за эту любовь. И Ты, может, сегодня пришел в этот зал. Вот эта песня, которая звучала, что Бог оставляет 99. Может быть, Ты сегодня пришел, и Ты не чувствуешь себя, что Ты нужен кому-то, что Ты значен. Бог говорит, я оставляю 99, и я прихожу за Тобой. Это Твое время. Это Твое время, и Бог сегодня Тебя посетит. Особенным Своим божественным присутствием. Боже, мы благодарим Тебя за Твою славу и за Твое присутствие. И пусть имя Твое прославляется еще и еще вновь и вновь в наших жизнях. А мы Тебе воздаем великую славу, наш Господь. Аминь. Воздайте великую славу Господу. Спасибо, группа прославления. А эти церковь невеста. Присаживайтесь в любви Божией. Церковь – это невеста, а Бог, Он жених, и Он вступается за Свою невесту. Поэтому, слава Богу, когда мы приходим на собрание, знаете, мы можем погрузиться вот в эту божественную атмосферу. И я верю, что, знаете, когда ты идешь, идешь на собрание, то Божье присутствие, оно начинает с тобой работать еще до собрания. Оно начинает работать с тобой еще, знаете, задолго. Вот мы сегодня ехали на собрание. Знаете, вчера собирались с вечера, забыли ремень. Забыли ремень, решили заехать домой, взять ремень. Взяли ремень, забыли Библию с конспектом. Знаете, вот все иногда может пойти не так, но написано, что если мудрость, знаете, если топор притупится, то мудрость знает, как его исправить. Особенно мудрая жена. Знаете, пока я пошел на молитву, мудрая жена села на машину, поехала за Библией с конспектом и привезла. Понятно, что, знаете, здесь есть Библия и конспект, он есть в голове. И мне нравится, как говорит Николай Игоревич в Залутске, когда ему говорил, папа, сынок, учи наизусть. Говорит, отсюда никто не украдет. Поэтому хорошо, когда мы, знаете, Слово Божие изучаем, мы знаем его наизусть, мы, знаете, слышим проповеди, и Слово, оно входит в наше сердце и углубляется там. Аминь. Поэтому, слава Богу, возлюбленные за вас, и я верю, что Божье присутствие, оно не оставит вас равнодушными. И если вы даже ничего не поймете из того, что сегодня Бог говорил к вам, то я верю, что вот в этой божественной атмосфере, атмосфере любви, атмосфере радости, атмосфере праздника, то есть вы все равно наполнитесь и соединитесь с Духом Божьим, и эта любовь, она будет менять и преобразовывать вас. Аминь. Хорошо, возлюбленные. Тема моей проповеди – будь простым, но значимым. Будь простым, но значимым. То есть, знаете, и я размышлял над Словом, размышлял, когда ты общаешься с различными людьми, консультируешь их. И есть, знаете, всегда вопросы. И я вот получил некоторые такие ответы, которыми я хочу вместе с вами поделиться из Священного Писания. И знаете, есть великие люди. Великие люди – люди, которые вошли в историю. Есть великие люди, которые великие в наших глазах. То есть, потому что они чего-то больше достигли. То есть, они имеют какое-то положение в обществе. То есть, и они в наших глазах великие. И мы иногда сравниваем себя и говорим, ну, я вот, может быть, не имею большого бизнеса. Я, может быть, не имею большого образования. Может быть, я вообще образования не имею. И мы сравним. Я хочу сказать, не нужно себя ни с кем сравнивать. Может быть, ты живешь в маленькой квартирке, а может быть, вообще в квартирке, которую ты снимаешь. Может быть, ты ездишь на старенькой машине, и она едет только потому, что ты молишься. Знаете, я хочу рассказать одну историю. Вы не против? Я приехал на конференцию. Замечательный город, не буду называть его, не буду имен называть. И один брат есть, благословенный. Он молится, знаете, вот если ты у него пожил, то ты еще будешь неделю потом на языках молиться. Это точно горячо. Вот. И я к нему приехал, он меня встретил, сопровождал. И следующая машина наша, она ехала за ним. Ну, за этим братом. А я сидел вместе с ним в машине, и он сопровождал, где мы будем жить. И когда мы ехали, мы доехали до места, остановились. И мои братья подходят и говорят, слушай, мы когда ехали, вот знаете, из-под топота копыт... Да. Только у него не пыль, знаете, а искры летели. Я говорю, слушай, брат, у тебя искры из-под колеса. Он говорит, а я знаю, говорит, корот полез. Потом, знаете, подошел, ой, что-то с машиной не то. Возложил руки, знаете, на двигатель, помолился. Ну, я его знаю, он молитвенник. Знаете, хорошо молиться. Он говорит, я уже 10 лет молюсь, не ломается. Говорит, коробка как-то, говорит, перестала включаться. Я руки возложил, говорит, как на языках, помолился. Раз, говорит, заработала. Маслица чуть-чуть, говорит, долил. Заработала. Ну, знаете, я говорю, слушай, брат мой, праведник первый жив будет, но нужно не только в машину молитвенно вкладываться. Я говорю, нужно еще и ремонтировать. Ну, и на этом мы разошлись спать. Ну, знаете, есть обыкновение, да, то есть на вечер помолиться. Ну, и когда ты на молитву встал, Бог начинает с тобой разговаривать. И он говорит, слушай, ну, советы давать хорошо, но хорошо еще принять участие. А эти, я говорю, утром проснулся, говорю, ладно, поехали на СТО, говорю, надо машину отремонтировать. Мы приехали, и вот сзади, что есть ходовая часть, пригнали эту благословенную машину. И то, что должно было занять полдня ремонта, знаете, заняло два дня, потому что все болты пришлось срезать болгаркой. Мастера были очень рады. Вот, но, в принципе, я ему отремонтировал машину, благословил его этим. Поэтому вера, она без дел мертва, возлюбленные. Вера без дел мертва. И тема моей проповеди, я повторюсь, будь простым, но значимым. Я хочу прочитать из книги Царств 9 главы. И читать будем с 3 стиха. Мы видим историю. Написано, что Саул, сын Киса, он был из знатного рода, перед этим написано. То есть, и они идут со своим слугою. Отец послал, чтобы они выполнили определенное задание, найдя отца. И Саул, он готов был сдаться, потому что они прошли определенное время. Но слуга, знаете, слуга это тот человек, который что делает? Он выполняет задание или повеление, потому что он слуга. То есть, ему нужно это выполнить любой, можно так сказать, сыною. То есть, ему это положено, потому что он призван к этому выполнять пожелания того хозяина или того работодателя, который есть у него. Но Саул, знаете, он не готов, потому что он своего рода, отец своего сына. Ну, прошли определенное время. Ну, подумаешь, не получилось. Придем папе, скажем папу. Ну, не получилось. Но слуга, знаете, это тот человек, который должен доделать все. И слуга ему говорит, слушай, здесь есть прозорливец, здесь есть пророк. Знаете, я не знаю, знал Саул о пророке или нет, но я знаю, что порой простой человек, он больше надеется на сверхъестественное. Он надеется на то, что может ему помочь. Знаете, некоторые из нас пришли в церковь, когда мы были простые, незначимые, может быть. Мы ничего не имели, мы пришли. Знаете, иногда вот такие истории бывают, человек приходит на домашнюю группу или куда-то на молитвенное служение. Помолитесь, чтобы у меня была машина, помолитесь, чтобы у меня была работа, помолитесь, чтобы у меня была жена, помолитесь, чтобы у меня было все хорошо. И когда появляется работа, когда появляется машина, когда появляется жена, то ты смотришь, человека нету. Ты говоришь, ты где? Ты же хотел машину, чтобы машиной служить в церкви, чтобы быть постоянно на молитвенных служениях, а его нету. А его нету. То есть пришло, знаете, определенное такое величие. Когда ничего нет, ты надеешься на сверхъестественное. Ты готов доверять Богу во всем, потому что у тебя ничего нет, и тебе не на чем полагаться, как этому слуге. То есть он выполняет задания, он идет и делает. Он говорит, слушай, подожди, подожди, давай сходим к пророку Божьему. Но и здесь Саул мы видим, что он говорит, у нас даже ничего нет, у нас все закончилось. Он говорит, у меня есть немножко. Мы пойдем, дадим ему, и он нам скажет. Знаете, эта история очень замечательно заканчивается для Саула. Не для слуги, для Саула. Слуга выполнял свою работу. Но Саул, знаете, встретился с пророком. Встреча, она произошла, и она произошла удачно. Удачно. Что произошло? Саула помазали в цари. Саул потом попадает в сон пророков. Начинает пророчествовать. Представляете? То есть так, можно сказать, сложились обстоятельства замечательно. Но Бог, знаете, дал всего лишь, может быть, верного слугу, чтобы он доделал дело до конца. Дело до конца. Поэтому очень важно, знаете, поручить, может быть, слово, которое изменит всю твою жизнь. Я помню, когда был кризис в 2008 году. И многие люди, знаете, запасались, покупали что-то. И у меня тоже так, думаю, надо же реабилитационный центр кормить, надо купить продуктов там, ну, житницы положить. Ну, я лег спать, проснулся от того, что у меня есть слово на устах. Проходя долиной, открывая источники. Я проснулся и говорю, Господи, какие источники? Кризис. Он говорит, открывай источники. И на самом деле 2008 год был удачный. Я купил квартиру в городе Сочи. Я смог построить, начать строительство в центре реабилитации дома. Купили машину. То есть это было благословение. Я говорю, что кризис в 2008 году, он был для меня, чтобы я мог немножко подняться. Может быть, для кого-то он был тяжел. Но я верю, что он произошел тогда, когда получил слово, знаете, то есть это слово, оно обогатило. Получи слово, которое Бог дает. Получи слово, которое Бог дает. И оно будет менять. Я хочу показать следующую историю, которая происходит в 4-м царств, 5-й главе. И хочу прочитать ее вместе с вами. И она начинается таким образом. 5-я глава, 4-й царств, 5-я глава, 1-й стих. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего. Уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Знаете, есть воин, но прокаженный. Знатный, хороший, Бог через него дал победу. Но есть некоторый дефект. Есть некоторая проблема. И вот дальше, уже в 9-м стихе, я вижу события, которые разворачиваются. И я это событие назвал так, битва слуг, знаете. Битва слуг, которая происходила. И 9-й стих здесь написано. По 14-й. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей. И остановился у входа дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать. Пойди, омойся семь раз в Иордане. И обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нейман. И пошел и сказал. Вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа, Бога своего. И возложит руку свою на то место. И снимет проказу. Разве Авана и фарфар реки Дамаски не лучше всех вот израилев? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился и удалился в гневе. И пошли рабы его. И говорили ему. И сказали. Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. И пошел он и окунулся в Иордан семь раз по слову Человека Божьего. И обновилось тело его, как тело малого ребенка. И очистился. Аминь. Здесь я хочу вместе с вами остановиться, знаете, и порассуждать. То есть была проблема. Пришел к Человеку Божьему. Выходит слуга. Говорит. Пойди омойся. Знаете, вот как это на нас похоже. Я даже, может, сейчас кому-то обращусь, и кто-то себя увидит, проиллюстрирует. А я думал сегодня Олег Васильевич. Опять этот Гена Банькин. Он же кортавит. И свет выключили. Это для него вообще. Знаете, вот как это на нас похоже. А я думал. А я думал, что будет вот так. А я думал, что в моей жизни будет вот так. А я думал, приду в церковь, сразу жена появится. А Бог мне мужа не дает. А я уже пять лет молюсь, а мужа нет. А я уже, а я, а в моей жизни. Знаете, как это на нас похоже. Мы планируем себе одно, но получается совершенно другое. Вот для кого-то сюрприз был. Раз и Гена Банькин на сцене. Раз и Слово Божие из его уст. Как здесь написано, что слуга вышел, а он думал, что пророк выйдет. Знаете, сколько в нашей жизни вот этого негатива может быть. Знаете, неправильного мышления, неправильного восприятия. Мне нравятся слуги. Они ему говорят. Если бы что-нибудь великое тебе сказал, а он тебе говорит простые вещи. Знаете, слуга готов слышать простые вещи. А когда мы, знаете, у нас уже, ну, определенная позиция, определенное положение, мы не готовы слышать простые вещи. Нам нужны важные вещи. Ты нам глубину подавай. Не удаляйтесь от простоты во Христе, Иисусе, дабы как змей не прельстил Еву, так и ваши тела не были прельщены. Возлюбленные, дорогие. То есть есть простые, элементарные вещи, которые лежат на поверхности, но мы их иногда не берем. Почему? Потому что мы в своих глазах уже великие, значимые. Нам уже мясо подавай. Я уже присыл. Я пойду мясо поищу. И тем самым удалился куда-то. И не видно ни в церкви, ни на домашней группе. Знаете, я хочу рассказать одну историю, которая происходила, она была в Советском Союзе. Это был 1986 год. Новороссийск. И одна молодая пара стояла на палубе. Стояла на палубе, знаете, наслаждаясь вечерним закатом, любуясь теми пейзажами, которые открывались в море. И парень, который стоял с девушкой, он строил свою жизнь. И он думал, что это его спутница, он свяжет с ней свою жизнь. Они проживут долгую счастливую жизнь, родят детей. Но вдруг, знаете, выбежал матрос, который говорит, срочно беги в свою каюту, там есть спасательные жилеты, одевай их и прыгай за борт. Видишь вот этот сухогруз, который идет, мы с ним не разойдемся. Знаете, он говорит, я схватил свою спутницу, побежал в свою каюту, одевайте спасательные жилеты. И когда я, говорит, уже выбегал, то корабль уже был на крене. Я не прыгал в воду, я просто в нее опустился и поплыл по направлению к берегу. Эта трагедия произошла с адмиралом Нахимов. Погибло 600 человек. Этот парень, он говорит, я плыл изо всех сил. Я так сильно держал свою спутницу, что когда я выплыл на берег, то мне руку прижигали сигаретой, чтобы я отпустил ее. На моей руке до сих пор остались шрамы. Но я говорю не к этому, возлюбленные дорогие. Я говорю к тому, что знаете, как это на нас похоже, когда мы рисуем себе определенную картину и говорим, а я думал. Знаете, можно было сказать, да ты кто, простой матрос, что ты тут вышел, что ты понимаешь в этом, что ты понимаешь в этом. Мне надо, чтобы сам капитан ко мне вышел. Знаете, как это порой на нас похоже, когда лидер домашней группы что-то тебе говорит, а тебе это не нравится. Это не льстит твоему слуху. Когда сотник приходит в домашние группы и что-то говорит, как это нам не нравится? Нам же надо, чтобы сам пастор пришел, сказал. А если не пастор, то минимум епископ, чтобы мы услышали, чтобы мы же значимые, возлюбленные, мы значимые, потому что Иисус однажды пришел ради каждого из нас. Аминь. И мы тело во Христе Иисусе. Я хотел бы показать другую категорию граждан. Синдром директора есть такой, знаете? Синдром директора. Сразу вижу, улыбки появились. Знаете, вы когда приходите в какое-то учреждение, там кто самый главный? уборщица, нянечка, человек, который сидит, привратник на дверях. Ну, то есть, ну, я не в обиду никакой уборщице, знаете, никому, но иногда, то есть, создается такое впечатление. Иногда. То есть, ты куда прешь? Я только помыла. Простите, извините, где пройти? Там закрытое, никого нету, ты приходишь, он там. Все знает обо всем. Синдром директора. Жизнь, когда не состоит. Знаете, вот порой в нашей жизни так бывает. Так бывает. Так бывает. И экклесиаст в 10-й главе книги Экклесиаст в 20-м стихе написаны такие стихи. Даже в мыслях твоих не злослов царя, и в спальной комнате твоей не злослов богатого, потому что птичка небесная может перенести слово твое и крылатое пересказать речь твою. Экклесиаст Экклесиаст